на этой эйфории начинаем оправдывать любые действия дальше можно использовать любое оружие и либо какие-то другие акты даже можно законно вводить дальше да что то есть похоже там такое кстати по структуре танка очень похож на немецкий я скажу то стать интересный момент типа леопарда но германия кстати поставляет технику участвует некоторых войны так дробление акций важный момент не смотрел скорее всего ролик про флаги а я кстати вот это насчет германии и говорю что означает не это флаг германии пока не смотрел про флаги ролик не смотрел я же сказал сделаю сделал посмотрел очень ну то есть да я со многим согласен да и как раз я же говорю немецкий да и вот он часто боевых действий часто контингент не участвует и в африке и но кстати про них кстати реже всех рассказ про американцев много про них нет нужно участвовать и не в тени в тени в тени находится часто рассказывать хотя в контингенте участвует очень много военных разных стран и германия настоящие разжигатели от этих конфликтов они всегда в тени так вот вы карту мученики прошли же мы с танком которые а там был блокад снова и отрезанный кусочек это мастра австралии на кусочки он отрезан да очень похожи континенты похожи на австралию как будто отрезали до от всего мира может быть кстати да и и как раз таки сейчас не освещает ничего кто-то заикал что вообще к строили нет то что и и про нее не ну я во первых не за не заказ я постоянно говорю вытащите мне человека из австралии в skype не вытащит никто ну не про помимо тебя тоже еще кто-то я вам же еще раз повторюсь и вот мы с вячеславом делали это онлайн исследование дело в том что сам по континент австралия все равно скоро станет непригодным то есть проживание но зачистка можно догадаться почему но это уже отдельно ну кстати очень хорошее замечание но поживем увидим скажем так чтобы с австралией интересно так австралия то есть это не оазис как все думают дальше но дробление акций это понятно уменьшает стоимость работы первоначального скажем так владельца так счет свисает о кстати вот еще счет свисарском банке так прямая атака грубо говоря то есть кто имеет денежки в банках эти банки даже независимо от того что они ваши не будут взломаться так что дорогие мои дона воровал деньжат переводите куда-то другое место да то есть это будет скрываться компьютерную земля да не скорее всего то есть если даже вы будете обсуждать это на законных правах скорее всего все это будет обсуждаться таких суда как лондонский суд и вы докажите на каком основании вы получили эти деньги и вряд ли вы их отобьете лучше вариант их дробить и скидывать в разные банки между прочим скажем так все яйца в одной корзине не храним талисман и римону но опять же да кстати вот интересный талисман римону то есть мы можем использовать но не сильно не вникать суть такая что тут больше похоже вы можете на себя с имитировать кстати некоторые политики так и делать с имитировать покушение и в дальнейшем желание остальных отпадает потому что в случае если вы будете замечены в этом действии то на вас кинуть всех собак то есть интересный такой именно подход без всяких магических ого съешь олигарха обрати внимание что очень ну то пробуем разобраться кто это же за олигархов но судя по колоннам это скажем так европейский вариант то есть помпезны скажем так места аккуратная дирижера медиа вы создаете безумную волну гнева обвиняющего богатства и власть ну и над всеми эта карта может быть сыграна любой медиа группой которые атакуют на уничтожение с властью или больше помогает такой атаке ну грубо говоря пожалуйста то есть если вам нужно скомпрометировать элигархов и подключается все медиа группы и начинает его описывать не в лучшем свете а до этого просто молчали и в дальнейшем практически карьер этого человека и все его ресурсы будут разорваны человек практически станет на ноль он как бы как губка как в одной книге очень интересно описано когда спросили одного управленца ведомствах почему вы не боретесь с с очень богатыми людьми типа олигархов фантастической книги этот человек сказал управление говорит а зачем пускай они соберут все денежки все финансы то есть они очень хорошо это умеет делать и я им мешать это не буду но когда мне понадобятся ресурсы я просто их изыну этого человека грубо говоря воспринимать олигархов они нынешний момент но не все конечно некоторые это больше как губки которые собирают финансы будут копить откладывать различные банки опять же это складывается с предыдущими картами там где скрывается швейцарский банк пожалуйста вот вам картинка то есть у них потом эти все финансы заберут нам от этого конечно не сильно то и легче станет но сам момент если не думаю что взяли бога за бороду как некоторые говорят то это не так некоторым конечно удастся но это единицы дальше падение метеорита катастрофа это мгновенно атака на уничтожение любого места если атака успешно за цель опустошена если на кубиках выпало меньше чем на 4 больше то цель полностью уничтожена до 5 метеорит лету был или нет но опять же эта игра даже не хочу рассмотреть эту карту больше прогодил взятка возможно это заставит вас передумать сыграть эту карту сразу после любого броска кубика любым игроком этот бросок немедленно уменьшается до двух ну грубо говоря это скорее такой вариант что дающий взятку человек компрометирует должностное лицо но даже можно по биджакам посмотреть вот человек который с с левой стороны и у него на руках на на пальце есть масонский такой значочек она видите ухоженная а чиновника вот такой видно чуть-чуть затертый и без запонок обычная вот рука можно компрометировать любого чиновника и потом уже из него ведь веревки пожалуйста тоже хорошая методология чем проблема эпидемия на картинке хорошо прорисованы плантации и как они обрабатываются химикатами и потом благодаря этому то есть появляется эпидемия поставьте отравленную еду в супермаркеты и пожалуйста ускоряем эпидемию и потом уже могут на этом зарабатывать фармацевтические компании либо еще какая-то разыгрыша парку тоже интересный вариант ну тут ну здесь вот как и моника была применена к так называемому бывшему президенту клинтону тоже секретарша которая соблазняет какого-то какую-то личность если вам нужно скором скомпрометировать эту личность вот пожалуйста мы это уже тоже наблюдали так так people владеешь английском переведи нет не владею до конца да тут срывает смысл надписи грубо говоря тут убирают бургер агресс то есть люди по ходу стоят в очереди голодают и тут уже просто вывешивает другая группа манифест люди ну места питания грубо говоря становятся коллективными вот вам приватизация ну если вам нужно развалить чей-то бизнес или добавить кругу я своему чиновнику большой плюс и поддержкой социума вот пожалуйста тоже хорошая методика приватизация это на каждом шагу то есть опять же люди скачайте карты распечатайте себе кто чиновник тоже пользуйтесь очень хорошо работает нашим социумом так ранее предупреждение карту ну вот смотрите даже интересно так радар грубо говоря ну тут же опять не забывайте какая бы у вас власть на была тут нужно техническое обеспечение тут больше как бы карта напоминает что лучше иметь техническое обеспечение и предупреждать той или иной катастрофы либо действия как вот у советского союза и сша ракеты ну то есть есть система обнаружения раннего пуска ракет почему бы и нет ладно это в долгом так диктатура так это влияние на любую карту нации так получает к власти плюс 2 она становится группе насилия если она уже не была уже таковой ну опять же как видим тут транспаранты какого-то чиновника на котором очень много всяких регайон то есть медали видно что у него большая власть и он в то же время главнокомандующий а сами дома в разрухе вот дымят и больше похоже на лачуги как странах третьего мира да кстати очень похожа картинка так авария на на с так это ну япония да пожалуйста ну да то есть опять же система влияния на саму власть а не ну и собственно то есть как бы одна из версий что произошла эта авария скажем так скажем так организована то есть внешние факторы заставили как бы произойти этой аварии ну смысл такой что японцы хотели вести двигатели на воде и проводить ну продавать по всему миру эту технику но их предупредили таким скажем так климатическим способом и авария на аэс это уже побочный эффект слушайте и вот эти дырки на этих столбах как это сказать щелки они как сакура нет как в виде сакуры а да кстати да очень похожа да цветы сакуры ну вот она и япония и есть похоже ну да намек понятен а это карта в 95 году представляете это за сколько лет за 20 ну за 20 с лишним лет ну опять же у меня есть предположение что некоторые карты были вброшены недавно то есть колода была нарисована очень давно а они типа показать свое могущество что еще в 95 году все предвидели недавно дорисовали карты к этой колоде ну я тоже думаю что и говорят что есть их там 3 или 4 версии разных карт ну да ну да я вот даже смотрю фиолетовый и красный случайно вот как одни красные одни карты на красном фоне а другие на фиолетовом не является ли фиолетовые карты вбросом современным надо сравнить события вы же обратили внимание что одни на красном фоне а другие на фиолетовом нарисованы ну да ну вот скорее всего фиолетовый это вброс недавний нет но мир же слаб так стремительно развивается что как бы те карты которые первые выпущены были они уже не отображает некоторые события которые будут происходить в будущем поэтому они дополняются соответственно они еще и будут дополняться наверное нет хочу добавить просто тут ситуация такая что они все в одном как бы системе красные идут тоже в этой колоде с фиолетовыми тут есть ссылки вот внизу на этих картах на что они меняются и там проскакивают красные карты основные это вот эти карты которые разыгрываются на фиолетовом фоне красные они дополнительные и имеют меньше как бы силы влиянием ну опять же тут и про чиновников и про преступников вот их воспринимают как пешки видите и полицейские тут и ну и все это руководит вот одна рука на шахматной доске и вот так называемая реорганизация кто считает что он управляет в каком-то городе в каком-то государстве чем-то тут показано что его могут спокойно поменять и это не составит труда особого кем бы он не был бы так следующее вот вам реорганизация так запасные цены цели план б план а так ну опять же тут уже можно воспринимать эту карту хотите переигрывать непонятные плана непонятными шифрами но опять же треугольник он чуть выглядывает должно быть секретно ну ладно дальше разоблаченный ну а также если разоблаченный разоблаченного лица на кого он работает ничего интересного голова в сосуде о боже это как книга автора еще с советских времен писал еще двадцатых годов там голова профессора доля александр беляев ясик его труды перечитал свое время молодец конечно автор я не читал но все равно нравится сами задумки ну чё вот сейчас пытается голову к телу прошить наоборот телу тело к голове и добровольцы есть не слышно лучше бы научились нормальные руки пришивать а потом уже пошло дальше они уже на за голову взялись нет уже умеют пришивать хорошо руки просто на это такие средства и нужны на самом деле все вот это средство деньги сразу скажу наша вся ячейка она заточена на то чтобы всем людям хватало без денег и даже без работы трудиться можно было по собственному желанию вот но так как мы в оккупации то есть нам же из собственного холодильника наши продукты продают хотя мы всегда их брали спокойно а теперь они поставленности условия ну в оккупации принципе так всегда есть и было вот поэтому вообще со славой согласен просто я черт лет я на ней эксперименты ставлю как пожилые люди воспринимают какую-то ту или иную вот эту вот новую информацию которая появляется я пытаюсь ей донести то что не за квартиру не за газ не за свет ничего ты не должна платить она как так почему что такое и объясняю но потому что это все твое вот на примерах начинаю ты же не платишь налог на свои тапочки на галоши или на халат которым ты ходишь нет но это же совсем другое и ребятам кстати на работе и на молодежи ставлю эксперимент пытаюсь объяснить что за свои джинсы почему ты за джинсы не там не платишь налог а за имущество платишь с какой стати ты за него уже заплатил ты же как ну вот тоже примеры хорошие артем извините что перебиваю вот в германии за снег и за дождь платят сколько на крышу вылилось дождя даже не шутки это же на самом деле так что серьезно это не прикол я на полном серьезе это не прикол еврейские автономные республики платят тоже за снег и за дождь вот этот закон есть он такой я все виду и это все к тому виду что еще допустим так даже больше боже мой при моей памяти еще когда был ребенком но в сознательном же таком возрасте я не мог предположить что мы скоро будем такие налоги какие-то платить да нет ребята они это сейчас смешно а смешно было когда в детстве кто-нибудь говорил что ребят вы скоро воду будете покупать мне было очень смешно я жил на кавказе и он и детство мы все прошло мы из любого ручья даже которые через село шоу мы пили спокойно сейчас уже из колодца не я его приезжаю к родителям я не могу пить из колодца потому что во первых вода уже не то это чувствуется ее попил и у тебя сразу какая-то фигня начинается вот в жкт разу это чувствуется так это село ребятам не химических производств ничего нет то есть по поводу воздуха отсылка к александру беляеву у него есть рассказ продавец воздуха в японии давно уже воздух покупают специальных автоматах подходят там это купили воду воздуха подышали немножко может в других городах ой ну странах концлагерях вот так шутки шутками фантастика она вся в итоге такое ощущение что сначала фантасты создают мотивацию какую-то для вот этих вот всех выдумщиков этих налогов или технологий каких-то а потом пытаю а потом уже на ученые и так далее моченые начинают это реализовывать жизнь ну вот на самом деле всего лишь процентов 10 фантастов настоящих и 90 процентов заказных то есть мировое правительство через какого-то автора вкидывает свои планы которые готовят людей на мораль да это также как таким же приемами вот на нашем уровне можно понять вот как у нас бывает государственная дума рассмотрела такой-то закон какой-то там бредовый вообще и даже на первом канале над этим над этим посмеялись понимаешь они вот они типа рассматривают закон типа и и и то же время казалось бы 1 канал это вообще конкретная пропаганда там бабки не ходи но даже они над ним смеются но это зачем делается чтобы через два года повторили чтение этого закона казалось бы бредового и они уже просто его осветили а в третий раз они уже начнут его конкретно применять то есть это лет 5-6 проходит то есть если что-то бредовое пытаются там пропихнуть или там сегодня просто обсуждение там кота возможно там чего-то то все пять лет пройдет и сто пудов это произойдет ну хотя тут уже блин не знаю через пять лет уже так вот это все сжимается как то вот это все вот эти события настолько все быстро происходит на пяти годах и говорить не приходится последнее время никто не замечал насколько все быстро стало происходить не успеваешь к одному привыкнуть уже следом тебе на голову другое сыпется следом 3 3 5 10 и все это в итоге стоишь по пояс в этом всех делах заботах с ума сойти можно сколько всего сразу наваливается одновременно не успев одно раза разгрести уже другое такая тем как раз таки это и специально и сделано чтобы люди еще не понимали в какой ситуации как действовать дальше их уже новые и вы это но накладывается не разобравшись с одним невозможно решить все остальное а тут не успеваешь просто решить вообще ничего ну конечно ты не приспособился не не какие-то не выводы новые не сделал то то есть ты не опыт не получил ничего а тебя уже следующие обстоятельства захватывают следующие какие-то как ты можешь адекватно в такой как говорится в таких условиях вообще действует дачу по поводу налога да я по поводу налогов он скинул ссылочку skype сколько какие сколько налогов мы платим за той или иной товар там за бутылку пива 20 процентов идет на налоги ты платишь они на само пью то я тебе скажу больше есть ролики они частично относятся и знаешь где выкладывали кто выкладывали сейчас к советскому союзу к восстановлению этот имел там то ли правовед то ли еще что-то и вот там один парень но он к советскому союзу там не знаю имеет отношение или нет он больше похож на какого-то то ли не дагестанец или счет очень не русский какой-то с кавказа кого-то его тоже там по тюрьмам его держали и так далее он просто вот так на доске у него там ролик небольшой и вот он расписывает сколько а мы и там получается такая суть что он представляет любой того любой товар это как труд человека и вот он просто на напали на пальцах как говорится расписывает что мы около 98 процентов своего труда отдаем кому-то виде налогов потом работодатель платит этаж работодатель не сам же заработал да да и вот он расписывает все и там получается 98 процентов откаты взятки налоги там еще чего-то кого-то подоходы налог налог там на всякую херню еще чего-то чего-то и вот он все это и все это ты понимаешь это все реально есть но мы не задумываем не задумываемся потому что мы все это видим по запчастям ты видишь свои 13 процентов и все больше ты чего-то вот-вот я скинул виде вот это же там же все пересчитали там в итоге вы хочет ли не половина точно одну отдается этот налог чуть ли не 50 процентов 98 ну вот это 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 еще страшнее звучит я не в роликах данилова было данила с ним со время общался да такая есть такая структура он до предлагал общество на этой базе как бы создавать и там у него все это легко расписано я понял марат его зовут и к словам марат 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 как на разных каналах у разных людей дофига его ролика фото и посмотреть да ну смотрите вот он предлагает как решать эту проблему вот этим он и нравится простой у него подход и законными методами все делается не кстати вот мне довелось общаться с очень богатым дядей и как у него это получается проскальзывало что просто он знает как эти налоги не платить вас и все вот тебе и все эти комбинации все и вся проблема богаты только отличается тем что они не платят налоги и используют брежи в этих законах опять я повторюсь мы в основном не знаем эти законы которые являются действительными то есть которые которые можно вторыми подзаконными актами или есть основной какой-то закон и они вот начинают и манипулировать и даже если к ним в суде пытаются пристать им не спокойно ссылаются на эти ссылки вот и их не за того же не секрет да что законы не для нас писаны правильно ты говоришь ну да то есть вот именно закон это описанной части из нас но у нас нету информации к сожалению и этих данных эта информация для узкого круга лиц и поэтому они богаты никто же и в америке не удивляется почему они богат они не платят и офшоры это только самая большая ну то есть вершина айсберга есть просто элементарный закон человек имеет производства и корпорация то есть она может просто у него просто больше рычагов влияния и возможности уйти от налога все посмотрите на этих олигархов на очень богатых людей обычный уход от закона законными методами точнее от налогов законными методами все ничего-то никакого они знают чуть чуть больше и все в этой сфере информация у них целой юридические конторы на них работают да все эти вопросы решают вот и все но юридическая контора на этом и зарабатывает то что она знает эти подзаконные акты то есть вот даже люди после развала из ссср получали квартиры то есть от государства опираясь на нужные законы и консультация толкового юриста позволяла получить эту квартиру и проблем не было это сейчас уже практически тяжело получить это некоторые умудряются получить неплохие площади старых заводов и квартиры которые еще не приватизированы ну тут тут вопрос в том что какие это законы опять это надо снова заводить стрим на эту тему и разбирать это все по полочку это не такая уж и проблема то есть тут нужно подготовиться и проконсультироваться соответствующих лиц но к сожалению очень многие юристы этим не делятся это их хлеб и они стараются это не разглашать потому что иначе ну скажем так этот товар не будет настолько эксклюзивный ну опять же жадность то есть человек получил информацию и после этого использует ее только в своих целях все ну да это получается люди чисто за прибылью они эту информацию не разглашают маленький пример у меня триммер ну такая газонокосилка ручная накрылась я поехал в мастерскую и он просто буквально там что-то отвернулся так туда отверточкой раз раз крутнул херак и все заработало и слушай ну другой раз чтоб я тут а не мотался у меня там дело стоит этот скажи что ты сделал он говорит вот приедешь я тебе сделаю 400 рублей с вас все если скажу говорит как я буду зарабатывать он абсолютно прав ну а если делиться информацией делиться всем то тогда не нужно было ему зарабатывать все работали бы просто на как цена общая типа но это долгая тема долгая тяжелая незаконно вот небольшой пример тоже из личной жизни у меня дядя он чернобылец и он такой немножко с головой не дружит там непонятный поэт писатель бард там музыкант и так далее свое время с нашим губернатором одну гитару делил на двоих в рок-группе еще в этом не в колледже университете с бывшим губернатором и как его блин министр сельского хозяйства так вот его товарищ который точно также в тот же тот же призыв он поехал тоже был в чернобыле там и все он просто знанием законов через суды да он это потратил пять лет но он имеет сейчас квартиру краснодаре ему дали однокомнатную правда пенсии нормальные он получает как региональную так и от государства ну так называемого государства и что у него и пенсия я скажу него очень даже не маленькая и года так шесть лет назад это было 18 тысяч это он региональную то есть краснодарскую получал и как федерально получается вот у него было 18 тысяч сейчас я думаю намного больше плюс он еще в полном здравии ему там в районе 60 лет ну тогда было 54 то есть такое еще а добился он этого всего еще намного раньше то есть он лет сорок там восемь к пятидесяти он уже все это имел плюс по и помимо этого он еще еще и работал и семья у него все нормально как бы а мой дядя не аля влю вот у него там было полторы тысячи пенсии его все устраивало 40 раз потерянные документы я пытался там заниматься всегда восстанавливать там уже и архивы надо было подымать и через эти центры блин нифига не найти ничего не концов все сгорело как говорится извиняйте ждите основную пенсию ну мы помыкались помыкались и все а тот грамотно все знал чё куда пойти кому обратиться из каких архивов какие документы пожалуйста знание закона шуми 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 Продолжение следует...